Наш выбор сегодня определит, каким будет завтрашний день, каким станет мир для будущих поколений. Таков лейтмотив выступления президента Садыра Джапарова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Будущее нашего мира зависит от того, каким путем мы пойдем. Мы не должны увеличивать расходы на вооружение, ведущее к дальнейшей эскалации конфликтов и бедствий. Мы должны направить наши усилия на построение справедливого, безопасного и процветающего мира для всех», заявил глава государства. Здравствуйте! Миру сегодня, как воздух, нужна разрядка международной напряженности. Военные конфликты, новый виток гонки вооружений, угроза безопасности целых регионов планеты достигли своего апогея. Критическая точка невозврата в нарастании угрозы безопасности всех жителей планеты Земля, к счастью, пока еще не пройдена. Но мир на грани ядерного апокалипсиса, говорят эксперты. Отдельные мировые игроки, центры принятия глобальных решений продолжают игры по обоюдному сдерживанию, жонглируя ядерными дубинками. И все это на фоне ужасающего климатического кризиса, угрозы продовольственной безопасности, растущего экономического неравенства стран и других вызовов современности. В этой связи президент Садыр Джапара в своей речи отметил две реальности, свидетелями которых мы все сегодня являемся. Первое – это беспрецедентные расходы на военные нужды. И второе – отсутствие прогресса в поддержке бедных и уязвимых государств. Что касается первого, общемировые военные расходы действительно бьют все рекорды роста за последние десятилетия. В 2023 году они выросли на 6,8% и достигли немыслимого показателя в 2,5 трлн долларов США. То есть военные расходы в мире в прошлом году составили 2,3% глобального ВВП. Такие цифры дает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. Если же говорить о втором, то тут все гораздо проще. Пропасть неравенства между экономически мощными государствами и беднейшими странами неуклонно растет. Бедные страны в той же Африке, в Южной Азии или Латинской Америке или в любой другой части планеты, которые самостоятельно, увы, не в состоянии преодолеть трудности, ждут помощи. А между тем разговоры мировых лидеров о необходимости ликвидации бедности и поддержке отсталых и слабо развитых стран в основном остаются на уровне деклараций и благих намерений. Хроническое недофинансирование, отсутствие поддержки со стороны международного сообщества, системные экономические кризисы, которые не могут быть решены только усилиями отдельных государств, приводят к голоду, полнейшему обнищанию населения и к массовой миграции в благополучные страны. Безудержный рост военных расходов, который наблюдается в развитых государствах мира сегодня, в значительной степени снижает уровень помощи беднейшим странам. А между тем, глава государства уверен, что инвестируя в будущее бедных стран, помогая им в борьбе с бедностью, предоставляя возможности для устойчивого развития, мы можем создать более стабильный и безопасный мир. Программы по оказанию гуманитарной помощи и содействию развитию зачастую испытывают нехватку финансирования, а средства, которые могли бы быть направлены на социальные нужды, направляются на закупку оружия и проведение военных операций, отметил Садыр Джапаров. Поэтому он в своей речи назвал обозначенные им две реальности взаимоисключающими. И в этой связи глава государства говорит о важном выборе, перед которым оказался мир сегодня. Либо продолжать вооружаться и тратить триллионы долларов на то, чтобы обеспечить свою безопасность с помощью военной мускулатуры, либо выбрать путь устойчивого развития через ликвидацию бедности и поддержку наиболее уязвимых стран и народов на планете. Мне так кажется, что даже если подойти к этому вопросу с позиции делового расчета, второй выбор, очевидно, намного выгоднее и обойдется он деловым кругам лидирующих стран значительно дешевле. Президент Садыр Джапаров считает, что ресурсы, направляемые на военные нужды, могли бы стать огромным вкладом в борьбу с глобальными проблемами, будь то доступ к чистой воде, образование для детей в развивающихся странах, борьба с голодом или финансирование программ по борьбе с климатическими изменениями. По его твердому убеждению, безопасность может обеспечивать не только наличие сильной армии, современного вооружения и даже оружия массового поражения. По-настоящему безопасность может быть обеспечена взаимным доверием, равенством и процветанием всех народов. Устойчивое развитие – вот надежный залог глобальной безопасности и построения процветающего мира на Земле. Президент Садыр Джапаров уверен, что пришло время пересмотреть приоритеты глобальной безопасности. Разумеется, то, о чем мы говорили сегодня, это далеко не все вопросы, которые затронул глава государства. В своем выступлении на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Кыргызской Республики озвучил условия, при которых решение вопроса неравенства между странами, сокращение уровня бедности в мире и достижение целей устойчивого мира станет вполне возможным. Он говорил о роли и предложениях Кыргызстана, об инициативах нашей страны в решении отдельных вопросов глобальной повестки, устойчивого развития горных стран и развития зеленой экономики. Но обо всем об этом, с вашего позволения, мы поговорим в следующем нашем выпуске. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok